Всем привет! В этом быстром видеоуроке мы сделаем вот такой красивый background с 3D текстом. Итак, начнем. Открываем After Effects, создаем новую композицию, заходим во вкладку Composition, New Composition, заходим в пресеты и выбираем HDTV 108025. Длительность ставим 15 секунд и нажимаем ОК. Выделяем композицию, переименовываем ее в Main Comp, заходим во вкладку Layer, New, Solid, переименовываем его в Background, оставляем цвет черный, нажимаем ОК. Выбираем инструмент Text и печатаем текст. Я напечатаю Motion Design, сделаю все буквы заглавными, шрифт выбираю Gotham Pro Black, заходим во вкладку Align и размещаем текст по центру. Увеличиваю размер, заходим во вкладку Character, меняю межстрочный интервал, чтобы буквы были ближе друг к другу. Выделяю слово Design и увеличиваю межбуквенный интервал, чтобы выровнять края слов, примерно так. ОК. Выделяем текст, включаем свойства 3D слоя, нажимаем английскую R на клавиатуре, появился параметр Rotation, кликаем по часик напротив параметра по оси Z и вводим простое выражение Time умножить на 5. Кликаем в стороне и сейчас наш текст вращается по часовой стрелке. Отлично. Сворачиваем слой, заходим в вкладку Effects Impresses и находим эффект Gradient Ramp. Перетягиваем его на наш текст и сейчас мы сделаем небольшую имитацию освещения текста. Верхнюю точку перетягиваем вот сюда на угол, примерно так, а нижнюю точку перетягиваем ближе к этому углу. Черный цвет меняем на темно-серый, примерно так, а белый цвет меняем на любой цвет, темный оттенок цвета, который вам нравится. Я оставлю темно-фиолетовый, вот так и нажимаем ОК. Далее сделаем небольшую анимацию нашего градиента. Для этого, находясь в начале таймлайна, кликаем по часикам напротив параметра Start of Ramp, а также напротив параметра End of Ramp. Выбираем наш слой, нажимаем английскую U на клавиатуре, чтобы появились ключи анимации. Переходим на 5 секунд вперед, к примеру, и перемещаем Start of Ramp вот сюда влево, а точку End of Ramp перемещаем вправо, таким образом делая небольшую имитацию движения света. Переходим в начало таймлайна, проверяем, и у нас есть небольшая анимация градиента. Отлично! Перейдем на пятую секунду и нажмем английскую N на клавиатуре, чтобы обозначить конец рабочей области. Сворачиваем слой, переходим во вкладку Layer Precompose и называем его Text. Нажимаем ОК, активируем значок звездочки напротив нашего слоя, а также активируем свойства 3D слоя. Сейчас сделаем эффект 3D текста. Для этого дублируем слой, называем его Text2, к примеру, нажимаем английскую P на клавиатуре, появился параметр Position и параметр по оси Z меняем на единицу. Таким образом этот слой сдвинулся немножко назад по оси Z. Выделяем этот слой, переходим во вкладку Effects Impresses и находим эффект Fill. Перетягиваем его на наш текст, а цвет меняем сначала на вот этот оттенок фиолетового и этот оттенок меняем на более светлый оттенок совсем чуть-чуть, примерно так. Нажимаем ОК, выделяем наш слой, сворачиваем его, снова дублируем, перенесу его чуть ниже, активируем параметр Position и меняем этот параметр по оси Z на 2, то есть на один пиксель больше, чем предыдущий слой. Предыдущий слой у нас 1, его дубликат 2, затем выделяем Text3, также дублируем Ctrl D, переносим чуть ниже, активируем параметр Position и меняем его по оси Z на 3. Снова дублируем слой Text4, Ctrl D, переносим чуть ниже, активируем параметр Position и меняем его на 4. И таких мы делаем еще 4 дубликата слоя. И как мы видим, у нас есть 9 слоев, которые отличаются параметром Position по оси Z на 1 единицу. Далее выделяем все слои Ctrl A и сворачиваем их. Выделяем последний слой, дублируем его, переносим вниз. Цвет этого слоя я поменяю на зеленый, чтобы он отличался от остальных. Активируем параметр Position. Параметр Position меняем на 9, а цвет в эффекте Fill меняем на оттенок розового. Примерно так. Сделаем его поярче. Окей. Выделяем этот слой, дублируем его, переносим вниз, активируем параметр Position и параметр по оси Z меняем на 10. Снова выделяем этот слой, дублируем, переносим. Параметр Position по оси Z меняем на 11 и сделаем еще 2 таких дубликата слоя. Отлично. Наши 5 слоев с другой заливкой готовы. Выделяем все слои, сворачиваем. Хорошо. Выделяем слой Text 2, зажимаем клавишу Shift и выделяем слой Text 14. То есть мы выделяем все текстовые слои, кроме первого. Нажимаем Ctrl D, дублируем их. Я немного увеличу пространство, чтобы было виднее. И переносим их вниз перед бэкграундом. Отлично. Активируем параметр Position. Выделим слой Text 14. Активируем параметр Position и видим, что параметр по оси Z стоит на 14. Выделяем все новые дубликаты слоя и сдвигаем параметр Position по оси Z до 15. Таким образом мы сместили все дубликаты слоя на 1 пиксель по оси Z. И теперь они смещены по порядку. То есть 14, 15, 16, 17 и так далее. Отлично. Сворачиваем слои. Еще раз выделяем слои с фиолетовой заливкой. То есть Text 27 по Text 20. Снова дублируем их. Переносим их в самый низ. Активируем параметр Position. Проверяем параметр Position у последнего слоя. По оси Z здесь стоит 28. Выделяем только что продублированные слои. И сдвигаем параметр Position по оси Z у первого слоя до 29. Отлично. И теперь эти слои также размещены в нужном нам порядке. Сворачиваем слои. Теперь наш 3D текст почти готов. Далее выделяем первый слой. Заходим во вкладку Layer, New, Camera. Оставляю все как есть. 35 мм. Нажимаем ОК. Выбираем инструмент Orbit Tool. И если мы будем нажимать английскую C на клавиатуре, то увидим, что мы можем менять и переключать этот инструмент. Для начала выделим вот этот инструмент с сжатой левой клавишей мыши. Ведем вверх. И тем самым приближаемся ближе к нашему тексту. Еще немножко приближусь. Еще чуть-чуть. Переключусь на разрешение Quarter. Чтобы компьютер работал быстрее. Еще немножко приближаемся. Примерно так. Снова нажимаю английскую C на клавиатуре. И перемещая этим инструментом, с зажатой левой клавишей мыши, я выбираю нужный мне угол. Снова нажимаю английскую C на клавиатуре. И перемещаю текст ближе к центру. Снова нажимаю английскую C. И приближаюсь к тексту. Еще чуть-чуть. Примерно так. Далее выбираю вот этот инструмент и перемещаю ближе к центру. Отлично. Далее заходим во вкладку Layer, New, Null Object. Выбираю камеру, привязываю его к этому 0 объекту. А у 0 объекта активируем параметр 3D слоя. Нажимаем английскую R на клавиатуре. Появился параметр Rotation. Параметр по оси Z меняем на 16. Отлично. Мы перевернули текст. Снова выбираем инструмент Orbit Tool. И немного изменяю расположение текста в кадре. Отлично. Я еще немного развернул наш текст. Для этого изменяем параметр по оси Z на 40. Сейчас добавим свечение для нашего текста. Сворачиваем слой. Заходим во вкладку Layer, New, Adjustment Layer. Увеличиваем немножко пространство. Выделяем Adjustment Layer и переносим его под первые 9 слоев, у которых фиолетовая заливка. Выделяем Adjustment Layer. Заходим во вкладку Effects Impresses. Находим Glow. Он находится во вкладке Stylize. Перетягиваем эффект Glow на наш Adjustment Layer. Параметр Glow Threshold меняем на 75. Дублируем эффект Glow. Ctrl D. Glow Radius для второго эффекта меняем на 20. Зажимаем клавишу Alt. Кликаем по часикам напротив параметра Glow Radius. И в поле для выражения вводим выражение Wiggle. Скобки открываются. 2,30. Кликаем в стороне. И тем самым мы сделали мерцание нашего эффекта. Выделяем Adjustment Layer. Сворачиваем его. Я немного увеличу пространство для Viewer. Выделяем Background. И немного изменю его цвет. Для этого выделяем Background. Заходим во вкладку Layer. Solid Settings. И меняю цвет на близкий оттенок фиолетового, но более темный. Но при этом он не совсем черный. Нажимаем ОК. ОК. Выделяем все слои. Ctrl A. Заходим во вкладку Layer. Precompose. Называем композицию Text BG. ОК. И у нас получился вот такой Background. Я немного приближу сам текст. Для этого кликаем два раза по композиции Text BG. Выбираем инструмент Orbit Tool. Нажимаем английскую C на клавиатуре. И переключаюсь вот на этот инструмент. Немного приближаюсь. Еще раз выбираю инструмент. И перемещаю немножко вот сюда. Отлично. Закрываем. Заходим во вкладку Layer. New. Adjustment Layer. Заходим в Effects Impresses. И находим эффект Noise. Он находится во вкладке Noise and Grain. Перетягиваем его на наш Adjustment Layer. Amount of Noise меняем на 12%. И убираем галочку напротив Use Color Noise. Переключусь на режим Full Resolution. То есть полное разрешение. И вот так выглядит наш Background. Сверху здесь мы можем добавить любой текст. Например, выбираем инструмент Text. И печатаем любой текст. Я напечатаю Motion Design. Выделяем текст. Заходим во вкладку Align. Размещаем его по центру. Немного увеличиваю его. Выделяю слово Design. Увеличиваю межбуквенный интервал. Примерно так. Ок. Заходим во вкладку Efficient Impressants. Находим эффект Transform. Перетягиваем его на наш текст. И меняю параметр Skew на минус 8. Примерно так. Можно еще немножко увеличить текст. Мы также можем сделать анимацию текста. Выделяем текст. Заходим во вкладку Layer. Precompose. Называем ее Title. Ок. Заходим во вкладку Title. Выделяем слой. Удаляем эффект Transform. Снимаем выделение со слоя. Выделяем инструмент Rectangle Tool. И рисуем прямоугольник вокруг слова Motion. Отлично. Переименовываем этот слой в Matte. Выделяем текст. Переходим на 30 фреймов вперед. Активируем параметр Position. Кликаем по часикам. Переходим на начало таймлайна. И перемещаем текст вниз. Таким образом, чтобы он выходил из этого прямоугольника. Выделяем ключи анимации. Нажимаем F9. Заходим в режим изменения графиков. Выделяем вторую точку. Тянем за ползунок до конца влево. И придаем графику вот такой вид. Убедитесь, что здесь у вас стоит галочка напротив Edit Speed Graph. Это значит, что мы изменяем именно скорость анимации. Выходим из режима изменения графиков. Кликаем на Toggle Switches. И меняем параметр Track Matte на Alpha Matte. Проверяем. Это значит, что текст сейчас виден только в том месте, где стоит наш прямоугольник. Это то, что нам нужно. Дублируем оба слоя. Ctrl D. Перемещаем наш прямоугольник вот сюда вниз. Таким образом проявляется слово Design. Выделяем наш второй текст. Нажимаем английскую U на клавиатуре. Появились ключи анимации. Переходим на первый ключ анимации. И перемещаем наш текст таким образом, чтобы второе слово вышло за рамки второго прямоугольника. Вот так. Проверяем. И теперь оба слова появляются вот таким образом. Отлично. Переходим во вкладку Main Comp. Выделяем композицию Title. Находим эффект Transform. И перетягиваем его на наш слой. Параметр Skew меняем на минус 8. Отлично. У нас есть вот такая анимация. Сейчас кое-что еще добавим в Background. Заходим в Background. Создаем новый слой. Заходим во вкладку Layer. New. Solid. Называем его Vignette. Окей. Зажимаем левой клавишей мыши на инструменте Rectangle Tool. И выбираем Ellipse Tool. Дважды щелкаем по этому инструменту. И у нас нарисовалась вот такая маска. Режим маски меняем на Substract. Раскрываем маску. И параметр Mask Feather меняем на 350. Кликаем на Toggle Switches. И режим наложения этого слоя меняем на Soft Light. Нажимаем английскую T на клавиатуре. Появился параметр Opacity, то есть прозрачность. Меняем его на 20%. Далее заходим во вкладку Layer. New. Adjustment Layer. Переименовываем его Blur. Точно так же создаем на нем маску. Дважды щелкнув по инструменту Ellipse Tool. Маску меняем на Substract. Раскрываем ее. И Feather меняем на 350. Заходим во вкладку Effects Impresses. И находим эффект Camera Lens Blur. Перетягиваем его на наш Adjustment Layer. И меняем радиус размытия на 20. Таким образом мы создали фейковую глубину резкости. Так смотрится намного лучше. Переходим в Main Comp. И проверяем. Итак, наша анимация готова. И если этот урок был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok